значит салон бомонт это салона интерьерных решений именно премиальных интерьерных решений мы являемся официальными представителями огромного концерна испанского который называется порцелоноса группа и большинство товаров которые у нас в магазине это фабрики этого концерна в концерн входит 8 фабрик это фабрики ну сейчас я вам их быстро перечислю возможно вы их не запомните но там что-то все равно останется две фабрики порцелоноса и винис которые изготавливают плитку и керамогранит это фабрика сантехники которая называется nokian вы везде вот можете увидеть здесь везде логотипы написано везде там nokian порцелоноса руботек порцелоноса да то есть огромный холдинг который является смело можно сказать транссеттером выпустив какие-то коллекции начинается производство подобных похожих как как в одежде да то есть кельвин кляйн сделал коллекцию пошли дальше все значит это тренд делаем то же самое вот точно так же и здесь у нас порцелоноса значит фабрики две фабрики плитки фабрика сантехники nokian а фабрика крупного формата крупноформатный керамогранит вот если вы посмотрите на стойку ресепшен это как раз крупноформатный керамогранит а фабрики урботек колоката грин очень красивый вот крупный формат огромный формат его даже можно назвать фабрика крион вот у нас там здесь изделия из креона раковина ванна можете подойти потрогать фабрика крион изготавливает сантехнику из креона это искусственный камень это материал который запатентован он так и называется креон материал очень приятный то есть в отличие от натурального камня он не такой холодный он не впитывает какие-то красители то есть если там прольется что-то ярко-красное зеленое следов не останется все достаточно смыть мыльным раствором и ничего не останется никаких следов такие тесты мы проводим периодически чтобы все это было видно разливаем зеленку вино там все на свете все и лак для ногтей а потом просто это все спокойно вытирается да материал полируется то есть какая-то маленькая там царапинка ее очень легко устранить он полируется и снова становится как новый белизна идеальная до цвет белизны идеальный но вообще на самом деле у креона есть масса разных цветов от ядовито-салатового до бежевых и серых и прочих то есть какой хочет заказчик такое сделаем грубо говоря следующая фабрика у нас это бутек бутек делает премиальные профиля понятно что где у нас плитка там не обойтись без профиля всевозможные коллекции даже там со стразами и без страз вот очень качественные красивые профиля еще одна фабрика это фабрика гамма-декор мы к ней в зону гамма-декор подойдем попозже сейчас видимо будем потихонечку сюда фабрика гамма-декор делает мебель впрочем как для ванных комнат так и мягкую мебель так и корпусную мебель вот пожалуйста диван гамма-декор тоже можно его потрогать можно на нем посидеть почувствовать какой мягкий и удобный вот следующая фабрика это фабрика натуральных материалов лантик колониал она называется это прям премиального и люксовая фабрика концерна порцеланоса что делает лантик а лантик собственно продает сам камень натуральный камень делает шикарную мозаику из натуральных материалов это стекло это всеразличного вида камни это дерево мозаика под дерево это металл в общем нет давайте по ценам потом чтобы интересно было но как бы цены что такое цены да понятно что вся здесь продукция она премиальная вообще плитка либо керамогранит самый лучший считается испания и италия испокон веков в испании существовали карьеры вот этой белой глины из которой делали качественную премиальную там керамику изделия из керамики и это все вот так вот длилось и длилось итальянцы понятно они всегда славились своим превосходным дизайном и качественным и вот поэтому если мы говорим про плитку либо керамогранит то это обязательно испания либо италия собственно у нас здесь как раз испания или италия мы пока говорим про порцелоносу это испания итальянские коллекции тоже есть я вам их потом покажу так что еще делает лантик лантик колониаль порцелоноса еще делает сейчас кстати у них пришел ребрендинг и они называются лак если вот здесь вы посмотрите на фолдерах где-то написано лантик колониаль а где-то лак сокрыт тенденция к сокращению названий паркет у них очень очень качественный паркет и инженерная доска паркет мы с вами посмотрим не стесняйтесь трогайте как как дизайнером очень важно чувствовать все тактильно то есть именно потрогать посмотреть и потрогать почувствовать фактуру почувствовать материал так ну вот я вам рассказала про фабрики которые входят в концерн порцелоноса на самом деле концерт входит в список forbes это известный один из самых топовых концернов которые занимаются плиткой премиальной и сантехникой ну и сопутствующими материалами до лантик значит паркет мозаика натуральный камень и вот есть такой шикарный материал вы его можете увидеть вот здесь вся стена это каменный шпон это шпон натурального камня а он вот везде то есть вся стена то есть вся стена у нас вот здесь она создает впечатление что это некая каменная стена шпон это натурального камня технология его Вообще производство примерно такова На камень наносится По принципу удаления волос Шугаринг, да, вот это вот воск Потом снимается Верхний слой, за счет этого Получается очень тонкий материал И мало того, что он тонкий Он еще и пластичный То есть он может гнуться до 45 градусов А это значит Да, это значит, что можно какие-то овальные поверхности Им отделать Абсолютно преспокойно Это будет выглядеть очень эффектно Вот, то есть вот природная структура Где-то он неровный Где-то он блестит И не будет сильно Утяжелять конструкцию, потому что он не такой Тяжелый, как если бы вы это делали Например, натуральным Слэбом натурального камня Так, ну вообще Давайте тогда Чуть-чуть пройдем дальше И вообще вы знаете, что такое керамогранит? Внутри определения точно нет Вот Да, абсолютно точно Это прочнее плитки Вот смотрите, здесь у нас керамогранит под дерево Керамогранит – это искусственный материал Это не гранит И это не совсем керамика Это искусственный материал, у которого определенная технология производства и обжига Вот, то есть в состав керамогранита входят разные там виды глины Парцелоноса использует только белую глину Только белая Она более качественная, чем красная глина Понятно, что и цвет на ней будет более натурально смотреться Белую глину добавляют там крошку кварцевую, минералы В общем, всю эту массу перемешивают, полевой шпат И там, она там какое-то время отстаивается Обжигают ее при температуре от 1200 до 1500 градусов А при такой температуре на молекулярном уровне происходит связка молекул И материал становится максимально прочным То есть по прочности, там, сравнимый с натуральным камнем Но натуральный камень, он всегда более пористый Плюс керамогранита в том, что он практически вообще не пропускает влагу То есть его влагопропускаемость, влагопропускаемость, если так можно сказать, 0,05 0,005 А это значит, что его смело можно использовать везде, 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 везде Где есть мокрые зоны Он у вас не будет там сырость, да, какую-то давать Он не будет деформироваться Плюс он еще и абсолютно не реагирует на сильные перепады температур Он может быть как и в экстерьере, так и в интерьере Выдерживает до минус 50 Ну, определенные, да, коллекции Не могу сказать, что прям все-все-все Вот, до плюс 50 То есть абсолютно вечный материал Почему мы говорим про, ну, про выбор именно премиальной истории, да Понятно, что сейчас очень много керамогранита Сейчас керамогранит, он постепенно вытесняет плитку Плитка и керамогранит, на самом деле, это абсолютно разные материалы Плитка, у нее другая технология За счет этого она там может поломаться Она может там деформироваться Она значительно легче Сказать, что она хуже, да как бы, ну, могу сказать, что на пол надо вложить керамогранит На стену можно смело плитку Благо у производителей есть и то, и то И, соответственно, вы ничем не потеряете В рисунке у вас будет на полу ровно то же, что и на стене То есть рисунок будет абсолютно одинаковый Керамогранит, особенно крупноформатный, сейчас очень популярен Вот, то есть с приходом этого материала Изначально, когда он только появился на рынке, он был безумно дорогой Его могли, ну, это связано, понятно, это связано с оборудованием дорогостоящим Которое нужно было для того, чтобы его производить вообще, да Сейчас он абсолютно доступный То есть каких-то, понятно, есть и космические цены Но вполне доступный материал Вот, его можно найти везде И в Леруа Мерлен, и там еще где-то И вот, собственно, у нас, да Тут вопрос в его качестве Наш керамогранит, наша плитка, она, во-первых, ровная Зачем она вообще нужна, ровная плитка, да, вот, как бы, зачем? Да, я могу называть керамогранит плитка Я имею в виду тут в основном всегда керамогранит все-таки, да Потому что сейчас, ну, 90% рынка занимает керамогранит Плитка уходит потихонечку за ней план Вот, зачем она нужна вообще ровная, да И почему так это важно? Дело в том, что формочки, в которых, это же все в формах, да В которых отливается вот эта вот вся история Они, там, деформируются Со временем теряют свою, тоже, ну, собственно, свою форму И от этого, там, вот, представьте Вот, если вы посмотрите на шов, да И даже если у них будет здесь отличаться, там, на 2 мм, да Насколько это все съедет И как сложно это будет уложить ровно Тогда придется делать более, да, более толстый шов Более толстый шов И шов будет становиться все больше Вот, как здесь, вот, пожалуйста Это не наша плитка А вот эта наша, да, вот, достаточно просто сравнить Соответственно, там, у нас, естественно, вся плитка, она ректифицированная То есть обрезанная, когда отливается в форме, а потом под нужные размеры С практически нулевой погрешностью, она вырезается Это дает вот такую красоту Вот такие ровные швы Без всяких отклонений И это дает тот самый красивый премиальный вид, да Который так хотят все заказчики Хотят же? Изо всех сказать не могу Но я точно хочу Вот, то есть мы все хотим А те, кто не хотят, мы им объясняем, что это Те, кто не хотят, заставим Заставим, да Вот мы опять сюда перешли в шикарную ванну Которая сделана, собственно, из Криона То есть это вот фабрика Крион Делает вот такую красоту Я прям очень хочу, чтобы вы подошли и все это потрогали еще раз А столичница там тоже? Да, это все Крион То есть это под размеры была изготовлена ванна Единственное, что касается нас, да Компании Бомонд Мы не можем привозить листы И потом из них что-то делать сами изделия Мы привозим только готовые изделия Это связано там с процессами сертификации и так далее Вот это плитка Вот это плитка Ну точно Вот это вот керамогранит И это плитка Это вот одна коллекция Это просто некий декор То есть есть, это одна коллекция Пол, стена, декор Есть, ну понятно, что дизайнеры очень любят как-то разнообразить пространство Но чтобы это смотрелось там не вульгарно, да Не, 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 да, да, да То в принципе дизайнеры, которые, ну производственные дизайнеры Они уже там об этом подумали заранее И сделали вот целую коллекцию Вот, пожалуйста, хотите вот так замиксуйте, не ошибетесь, да Никто не будет вами недоволен Или вот, например, да, вот тоже классный вариант Когда смиксовали декор из мозаики, из натурального камня, да Это шпон каменный, скорее всего Если мы подумаем про одно и то же Да, карачи коллекция То это скорее всего, да Мы туда еще поднимемся Так, ну раз Иван нам открыл вопрос про текстуры Керамогранит может быть любой То есть он может быть под камень, под мрамор, под дерево, под бетон, под глину И просто там любого цвета Синий, красный, зеленый, под металл Какой рисунок на него нанесешь Какую текстуру сделаешь Вот такой он и будет, да Сейчас, и я думаю, что не только сейчас А вообще и надолго Предпочтительные текстуры под натуральные материалы То есть мы все любим природу Нам комфортно Мы люди Нам комфортно в природе, да И, соответственно, дом – это место нашего комфорта И когда мы заходим к себе в дом Он должен не напрягать Он должен расслаблять После рабочего дня Мы прибежали домой Мы хотим там развалиться и отдыхать И какой-то агрессии в доме Где ты постоянно находишься Она даже, если иногда кажется, что ой, я хочу То через три месяца ее уже не хочется Вот, поэтому спокойные цвета Под натуральные материалы Они всегда, конечно, в приоритете В этом плане порцелоноса, конечно же, на первом месте Вот, мы с вами как раз сейчас проходили С коллекцией под дерево Не знаю, вы, наверное, точно обратили внимание Насколько максимально она передает структуру дерева Текстуру дерева, простите Вот, делается это и по рисунку, да То есть премиальная плитка, керамогранит Вот вы посмотрите, чтобы увидеть повторяющего рисунка Но вы вряд ли в одной парте его увидите Ну, может быть, и увидите Вот, они все разные Потому что срез дерева Срезают несколько раз, сканируют, печатают Сканируют, печатают, сканируют, печатают Чем удобно еще то, что концерн, да То есть он может в концерне порцелоноса Можно купить сразу все То есть весь интерьер И он у вас будет абсолютно все со всем сочетаться Мы сейчас в этом убедимся Когда пройдем в ту сторону Давайте потихонечку пойдем Так, ну раз мы вот здесь Я вам скажу несколько слов про люкса Это люкс Про люксовую фабрику итальянскую С которой тоже у нас прямой контракт Это Антонио Лупи Кто-нибудь слышал, знает про Антонио Лупи? Знаете? Вот как раз у нас тут коллекция Ну не сказать, что она прям совсем новая Сейчас у них шедевры просто уровня искусства Антонио Лупи люксовая фабрика Дизайнеры, которые постоянно в поисках вдохновения Какими-то природными ландшафтами Природными, то есть даже повторение капли воды в дизайне Если будет интересно, обязательно прочитайте Посмотрите про эту фабрику Она точно вдохновит Понятно, что изделия Антонио Лупи, они очень дорогие Но люди, которые видят их и могут себе позволить Они сразу говорят, да Я тут недавно, мне попалось видео Александра Рогова Понятно, что человек, который постоянно козыряет брендами И он как раз сделал обзор своей квартиры Вот здесь у меня ванная комната Это Антонио Лупи Это Антонио Лупи А здесь у нас шикарный стенд крупноформатного керамогранита Ну, скажу сразу, когда мы говорим про керамогранит Вот чем больше, тем лучше Больше, значит лучше Почему лучше? Да, во-первых, рисунок Да, во-вторых, швы То есть чем меньше швов, тем это смотрится Да, это смотрится целостнее Это не скапливается грязь вот здесь Вот, да Это смотрится богаче Это смотрится роскошней Вот, но, но Абсолютно там глупо, да Делать в маленький санузел Да, положить вот это вот Раз и все, да То есть тут понятно, что надо исходить из размера санузла Обычно там делают раскладки, да Делают там, кто? Проектировщики, они делают раскладку Они смотрят, как сделать так, чтобы минимальные были количество срезов и обрезов отходов, да Исходя из этого, они там из ваших коммуникаций, которые предусматриваются в этом помещении Они выбирают там оптимальный формат, который подойдет именно под этот санузел, да Естественно, такую высоту там покупать на 2,10, да Сколько еще надо будет обрезать, потом куда-то все это выкинуть и так далее Вы можете тоже подойти, посмотреть Здесь не только Урботек Здесь у нас вообще все наши фабрики, с которыми у нас прямые контракты Которые занимаются крупноформатным керамогранитом А это и Аповиса, Испания И Мираж Италия Мы про них еще с вами поговорим Игре Спания Каверлам И Арклам На самом деле, визуально ни в чем Чтобы в этом убедиться, мы поднимемся на второй этаж Там вот есть слойбы натурального камня Мы посмотрим, то есть визуально ни в чем Почему? Потому что это же принт А вот на дешевых керамогринтах вот эти квадраты Пиксели, пиксели, пиксели На дешевых абсолютно точно видны пиксели Зависит от прокраса, насколько он То есть, смотрите, дешевый, это значит, на чем-то люди сэкономили Они не сделали там рисунок, например Да, то есть где-то это дешевое оборудование Соответственно, появились пиксели Оборудование дорогое Ну, в принципе, там даже российский производитель Они вроде как все накупили, но что-то где-то, видимо, не дотягивает Или не все докупили, да? Под дерево, да? Пожалуйста Вот, поэтому он визуально ни в чем Но отличается он, естественно, от камня То есть, естественно, потому что камень У камня есть свои плюсы и свои минусы Ну, там один из самых главных плюсов, либо минусов Не знаю, камень дорогой, да? То есть натуральный камень, он очень дорогой Если мы говорим о каких-то породах камней, но не гранит, да? Которые там у нас тут везде и так валяются Если мы говорим про какие-то там итальянские мрамор, там и так далее То есть эти все истории, они очень дорогие Потому что земля наша не вечна, камень, его еще надо найти Его еще надо это, да, да, да Следующий минус Камень реагирует на свет, на воду То есть его очень легко повредить Понятно, что его тоже можно где-то там под это Подшлифануть, наверное, да То есть с ним что-то можно сделать Он пористый Он впитывает всю вот это вот Ну, вы же, наверное, там где-то вот в промышленных там старых зданиях Особенно у нас мрамор на полу Помните, раньше везде ложили? Там в музеях где-то, да И видно, что он прям желтый где-то, да Что он там тут потресканный Это камень, он живет Он так же живет Он живет эту жизнь Вот мы живем, и он живет Он живой, это живой материал Он стареет Керамограниту не будет, блин, ничего Ему не будет ничего Но, опять же, зависит от поверхности, да Если он, если на него, если это глазурованный керамогранит То есть на него нанесена все-таки глазурь То его лучше не ложить на пол, где сильно проходимые места Он тоже где-то, даже самый премиальный Он подшоркается, он где-то там потеряет цвет Вот, ну поэтому есть выход там матовый Матовый, идеальный выход С матовым не сделается ничего Он еще и прокрашен в массе То есть даже какая-то маленькая царапинка Она не даст вида трещины Там будет точно тот же самый цвет Прокрашен в массе Это же, наверное, значит прокрашен по всей толщине Ну вот мы с вами как раз плавно и перешли в зону гамма-декора Это фабрика гамма-декор Ну, здесь я бы даже сказала, что не только фабрика гамма-декора Это вот как раз полностью интерьеры от фабрики порцелонос Здесь все порцелоносо Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok